А если под тем, что он тело, вы подразумеваете, что он обладает слухом, зрением, двумя руками, так же, что у него есть лик, стопа и другие качества, которые он утвердил в отношении самого себя, то мы скажем, что это истина. А если под тем, что он... А что касается этих отрицающих и искажающих, которые исказили книгу Аллаха и Сунну пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям, сказав, что утверждение этих качеств и этих текстов в соответствии с их очевидным внешним смыслом приводит к уподоблению и к описанию Аллаха тела, они сказали, что эти качества Аллаха – это качества, присущие тела. На этом мы скажем, что, во-первых, эта аргументация является неправильной, а их слова являются ложными. Что вы подразумеваете под телами? Вы подразумеваете под этим то, что он состоит из мяса и крови? Тогда мы ответим, что мы не говорим подобного. Причисто Аллах, чтобы быть таким, потому что Аллах не утвердил подобное для себя. Более того, мы тоже отрицаем подобное. И сам Аллах отрицает уподобление, говоря, нет никого подобного ему, и он слышащий и видящий. А если под тем, что он – тело, вы подразумеваете, что он обладает слухом, зрением, двумя руками, так же, что у него есть лик, стопа и другие качества, которые он утвердил в отношении самого себя, то мы скажем, что это истина. Однако мы не описываем Аллаха и не говорим, что он – тело, потому что утверждение для Всевышнего Аллаха – тело, нуждается в доказательстве. Однако мы не описываем Аллаха и не говорим, что он – тело, потому что утверждение для Всевышнего Аллаха – тело, нуждается в доказательстве. Ахлю сунна в разделе «Качеств Аллаха, Свят Он и Велик» приписывает Аллаху и описывает его только тем, чем он сам описал себя, и чем его описал его посланник. Вот, оказывается, чем занимаются истинные суфи. Вот так вот.